здравствуйте дорогие ребята я рада новой встречи с вами мы продолжаем обучаться в дистанционном режиме сегодня вам будет предложен видео урок русского языка чтобы материал видео урока был вами усвоен на хорошем уровне вы должны очень внимательно меня слушать выполнять все задания которые я вам предлагаю внимательно следить за всем что происходит на экране и конечно же выполнять задание под рубрикой проверь себя для работы нам понадобится наш учебник тетрадь или бумага для записи ручка и карандаш после просмотра видео урока вам необходимо выполнить задание под рубрикой проверь себя и выполненное задание выслать мне на электронную почту я желаю вам удачи и до встречи в школе давайте вспомним что нам известно о роде имени существительного имена существительные бывают мужского женского или среднего рода род имени существительного показывает в какой форме нужно поставить прилагательные или глагол который с ним согласуется поставьте видео урок на паузу и пользуясь таблицей подсказкой вспомните как определить род имени существительного мужской род картофель путь рельс рояль дядя женский род молодежь мышь простыня фамилия роща средний род впечатление повидло полотенца яблоко учились вспомнили действительно чтобы определить род имени существительного нужно воспользоваться вспомогательными словами к словам и к существительным существенным среднего рода мы можем подставить слова оно моё например волшебник он мой значит существительное волшебник мужского рода Фея. Она моя. Значит, это существительное женского рода. Гела. Оно моё. Значит, это существительное среднего рода. К именам собственным мы также можем подставить слова вспомогательные. Оля. Она моя. Значит, Оля женский род. Игорь. Он мой. Значит, это существительное мужского рода. Ну, хорошо. Мы с вами вспомнили, как определять род имени существительного. А зачем его вообще определять, если существуют языки, например, узбекский, татарский, в котором вообще нет родов? Для того, чтобы нам узнать, зачем нужно уметь определять род имени существительного, давайте выполним из учебника упражнение номер 500. Чтобы выполнить это упражнение, нам нужно вспомнить некоторые сведения о словосочетании. Потому что в задании нам нужно указать в словосочетаниях главное и зависимое слово. Итак, словосочетание. Обратите внимание на монгольском языке холбо. Словосочетание состоит из двух слов. Главное слово плюс зависимое слово. От главного слова мы задаём к зависимому смысловой вопрос. Над главным словом ставим крестик и к зависимому слову ведём стрелку от главного слова. Так зачем же определять род имен существительных? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте выполним из учебника два упражнения. Упражнение 500 и упражнение 501. Итак, упражнение 500. Укажите род существительных. Обратите, ребята, внимание, что нам даны словосочетания. Прилагательное плюс существительное. Итак, существительное впечатление. А у прилагательного мы должны правильно написать окончание. Сможем ли мы, не зная род существительного, определить окончание? Конечно же, нет. Вот для чего нужно знать род имени существительного. Для того, чтобы правильно согласовывать существительные и прилагательные. Так рассуждаем. Впечатление. Существительное среднего рода. Оно моё. Значит, впечатление будет сильное. Записываю. Прямо выделю для вас окончание. Сильное. Печатление. Буква А. От слова печать. Средний род. Дальше. Площади. Ой, извините. Молодёжь. Молодёжь. Она моя, женский род. Значит, она будет городская. Записываю. Городская молодёжь. Она моя, женский род. Значит, окончание будет городская. Дальше. Фамилия. Она моя, женский род. Значит, она будет известная. Я выделяю окончание у прилагательного. Женский род. Путь. Он мой. Мужской род. Значит, путь будет железнодорожный. Записываю. Выделяю окончание. Мы же с вами помним, что прилагательное – это хамелеон, который изменяется в зависимости от того, с каким существительным рядом встаёт. Помните, ребята? Итак, прилагательное принимает форму рода, числа и падежа, существительного, с которым согласуется. Поэтому мы обязательно должны знать род существительного. Рельс. Он мой. Мужской род. Поэтому будет прочный рельс. Выделяю окончание. Простыня, она моя, женский род. Значит, она будет белоснежная. Записываю и выделяю окончание. Яблоко, оно моё. Средний род. Значит, оно будет румяное. Картофель. Он мой. Мужской род. Значит, будет свежий. Картошка, она моя, женский род. Значит, будет рассыпчатая. Рассыпчатая приставка «раз» и корень «сып». Поэтому будет две буквы «с». Выделяю окончание. А я. Картошка. Картошка, женский род. Полевая мышь. Мышь, она моя, поэтому она полевая. Мышь, женский род. Итак, ребята. Первое. Род имени существительного нужно уметь определять для того, чтобы правильно согласовывать существительное с прилагательным. Обратите внимание. У нас было задание. Обозначи главное слово в словосочетании. Итак, давайте обозначим. Сильное впечатление. Впечатление какое? Главное слово «впечатление». Вспоминаем, что над главным словом ставим крестик. Городская молодежь. Молодежь. Какая городская? Главное слово «молодежь». Известная фамилия. Фамилия какая? Известное главное слово «фамилия». Железнодорожный путь. Путь он мой. Главное слово «путь». Прочный рельс. Рельс какой? Главное слово «рельс». Белоснежная простыня. Простыня какая? Главное слово простыня. Румяное яблоко. Яблоко какое? Румяное. Главное слово яблоко. Свежий картофель. Картофель какой? Свежий. Главное слово картофель. Рассыпчатая картошка. Картошка какая? Рассыпчатая. Главное слово картошка. Полевая мышь. Мышь какая? Полевая. Главное слово мышь. Итак, напоминаю, что словосочетание состоит из главного и зависимого слова. От главного слова мы задаем вопрос к зависимому. Над главным словом ставим крестик. Ну, а сейчас я предлагаю вам самостоятельно выполнить упражнение 501 и ответить на вопрос, зачем же еще нужно уметь определять род имени существительного. Если упражнение вы выполнили правильно, то у вас должна получиться такая запись. Молодежь пела. Молодежь существительная женского рода, поэтому у глагола в прошедшем времени окончание а. Картофель зазеленел. Картофель существительная мужского рода, поэтому у глагола зазеленел в прошедшем времени нулевое окончание. Солнце садилось. Солнце существительное среднего рода, поэтому у глагола садилось будет окончание о. Обратите внимание, это возвратный глагол. У него есть постфикс с, который находится после окончания. Яблоко зрело. Яблоко существительное среднего рода, поэтому у глагола зрело окончание о. Полотенце висело. Полотенце существительное среднего рода, поэтому у глагола висело окончание о. Рояль стоял. Запомните, рояль существительное мужского рода, поэтому рояль стоял. У глагола стоял нулевое окончание. А какие ещё существительные нужно запомнить? Итак, запомните. Существительные мозоль, фасоль, вуаль женского рода. Мозоль она моя, фасоль она моя, вуаль она моя. Больная мозоль, стручковая фасоль, тёмная вуаль. При согласовании этих существительных с прилагательными у прилагательных должно быть окончание женского рода, а я. А существительный тюль, рояль, шампунь – это существительные мужского рода. Тюль, он мой, рояль, он мой, шампунь, он мой. Красивый тюль, ароматный шампунь, чёрный рояль. При согласовании этих существительных с прилагательными у прилагательных должно быть окончание мужского рода – «ы». Выполните тренировочное упражнение. В учебнике упражнение 502. Вставьте словосочетание «яблочное повидло» в предложение. Обозначьте падежи имён существительных. Определите род, падеж, число прилагательных. Я предлагаю поставить видеоурок на паузу и выполнить тренировочное упражнение. Обратите внимание, в этом упражнении вы должны выполнить синтаксический разбор под цифрой 4. Давайте проверим. Итак, первое предложение. Яблочное повидло – хорошая начинка для пирожков. Я сразу обращаю ваше внимание, что в слове «пирожков» я поставила букву «Ж», проверила словом «пирожочки». Над предложением стоит цифра 4. Итак, давайте проведём синтаксический разбор. Кто что повидло – это подлежащее выражено существительным в именительном падеже. Я сразу подписываю падежи существительных по заданию. Повидло есть что такое? Начинка. Сказуемое выражено именем существительным в именительном падеже. Повидло какое? Яблочное определение выражено прилагательным. Начинка какая? Хорошее определение выражено именем прилагательным. Начинка для чего? Для пирожков. Дополнение выражено существительным с предлогом. Для этого предлог. Пирожков существительное. Кого чего в родительном падеже. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, неосложненное. Так как подлежащее сказуемое выражено именами существительным и в именительном падеже, то между ними ставится тире. У яблочного повидла приятный вкус. У кого чего повидла. Существительное в родительном падеже. Кто что вкус в именительном падеже. На полке стоя банка с яблочным повидлом. На ком чем на полке предложенный падеж. С кем чем с повидлом творительный падеж. В буфете продавались пирожки с яблочным повидлом. Продавались буква А. Продать пирожки. Буква Ж. Пирожочки. В ком в чем буфете предложенный падеж. Пирожки кто что именительный падеж. С кем чем с повидлом творительный падеж. В задании нам нужно определить род, число и падеж имен прилагательных. Вспоминаем правило. Род, число, падеж имен прилагательных определяется по существительному. Я выписала те прилагательные, которые нам встретились в этом упражнении. Итак, яблочное повидло. Определяем по существительному. Итак, это именительный падеж, средний род, единственное число. Хорошая начинка. Это именительный падеж, женский род, единственное число. У яблочного повидло. Это родительный падеж, повидло, средний род, единственное число. Приятный вкус. Именительный падеж, мужской род, единственное число. С яблочным повидло. Творительный падеж, средний род, единственное число. Итак, обратите, ребята, внимание, что мы обязательно для того, чтобы согласовать существительное с прилагательным, должны знать род имени существительного. Потому что прилагательное, как хамелеон, принимает род имени существительного. А сейчас пришло время для рубрики «Проверь себя». Вы должны выполнить упражнение 503 из учебника и составить предложение со словами «Мозоль», «Фасоль», «Вуаль», «Тюль», «Рояль», «Шампунь». У вас должно получиться 6 предложений. Я желаю вам успехов! Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова